У старшего сына при лечении фимоза была усечена крайняя плодь. А недавно произошло, что усечение – это в чёрной магии обряд заземления человека для закрытия пути эволюционного развития. Как это можно исправить и как вылечить фимоз у младшего без усечения? Дело в том, что здесь информация правильная, но не до конца. Насчёт того, что это заземление и блокировка эволюционного развития, это совершенно правильно, только когда это происходит на возрасте седьмого на восьмой день после рождения. Вы знаете, когда у иудеи идет усечение крайней плоти? На седьмой день. Именно в этот день, если провести усечение, происходит то, что здесь пишется. А если произошло что-то позже, ну, всего проблем, которые описаны, фимоза, то есть когда, ну, не буду уточнять детали, все знают и так, что это кому положено. Вот. Если это не происходит в это время, то никакого сземления оно не произойдёт. Ну, в любом случае, мое мнение, что любая операция необходима только в крайних случаях. Желательно вообще обходиться без какого-то хирургического вмешательства. Что, может быть, со временем это всё, ребёнок перерастёт, и не потребуется никакого усечения, чтобы, как говорится, освободить, как говорится, от такой проблемы. Поэтому не стоит спешить. Но в любом случае, если вы не делаете усечение своему ребёнку на седьмого на восьмой день, то проблем такой не возникнет с заземлением. А иудеи делают именно такое усечение по одной простой причине. Потому что они несут в себе Y-хромосому белой расы. Ну, я описывал это в своей книге, помните, да? И если её не заблокировать, то она будет доминировать. И тогда мужское население иудейское будет вести себя не как зомби, а как нормальные люди. Но этого не делается. Только у потомков бога Ехве, левитов, усечения делаются. Знаете об этом? Нет. Теперь знаете. Потому что им не нужно делать то, что они являются прямым потомками бога Ехве и никакого доминирования Y-хромосомы уже не проявляется через мужское начало. А вот то, что Y-хромосомы действительно доминируют, весьма любопытно я получил подтверждение, находясь в Штатах. Одна моя пациентка, она белая, то есть кожа чуть-чуть... Ну, по сравнению со мной она была желтоватая, но для всех остальных была очень белая. И с голубыми глазами и так далее. И что оказалось? Что ее дедушка женился на СКО, то есть женщине-индианке. Индианке. И так вот, у них родилось двое детей. Мальчик, ее отец и девочка, сестра. И она приносила фотографии. Так вот интересно. На фотографии стоят родители, то есть белый человек и СКО, индианка, и дети. Мальчик и девочка. Вы не поверите. Парень белый, дочка, 100% индианка. То есть Y-хромосома, которая у него присутствовала, подавила X-хромосому, которая пришла со стороны матери. И развилась полностью, так сказать, по белой расе развития. А дочь, X-хромосома, белая раса полностью подавилась со стороны красной расы. И девочки, ну, вообще никогда не скажут, что ее отец белый. Ни капли нет. То есть, это уже несколько поколений накладывалось на другое, уже начало проявляться. Но в первом поколении такого нет совершенно. Именно поэтому в белой расе, так сказать, сюда определилось по отчеству, по мужчине, по отцу. Потому что Y-хромосома вызывала доминирование, и поэтому белая раса сохранилась почти без искажения, в отличие от других рас. А когда вот, так сказать, помните, опять-таки, почитаете Ветхий Завет и Туару, и там четко говорит, и тоже историю, там четко говорится о институте иудейских невест. Помните, слышали такое, да? Это вот когда, как говорится, чтобы захватить страну, иудеи приходили, давали своих девушек, обученных, определенным образом, черной тантре, правителям. Дети рождались, усечали, высекали им плоть по обряду иудейскому, по черной магии. И эти люди превращались уже в зомби. И через такой способ захватывалась страна за страной. Используя непонимание, что через мать передается очень многое тоже. Следующий вопрос. Продолжение следует...